приветствую друзья на связи андрей жариков конечно новость об аресте константина игнатова руководителя ванкойн соединенных штатах вызвала очень горячие обсуждения на моем канале причем некоторые партнеры ванкойна ну мягко говоря ведут себя достаточно агрессивно оскорбление обзывательство ребят такое ощущение как будто андрей жариков виноват в аресте константина игнатова все что я сделал ребята я перевел новость с английского на русский и зачитал ее в своем видео я понимаю вам эта новость не нравится может быть она вас бесит но так вопросы что ко мне что ли предъявляйте вопросы к министерству юстиции который открыл расследование против константина игнатова предъявляйте претензии к самому константину который с какого-то перепуга поехал в соединенные штаты в стране в страну где собственно очень строго относятся к сомнительным там финансовым компаниям будем так говорить и вы же прекрасно знаете что уже в европе открывалось расследование мне правда партнеры ванкой напишут что расследование было закрыто там германии или болгарии и может быть игнатов понадеялся что в штатах там все хорошо что раз в европе расследование закрыто что и в штатах компании нормально относятся а вот выяснилось что нет но еще раз повторю то есть если вас раздражает этот момент сам момент ареста я это прекрасно понимаю только не надо мне эти претензии высказывать я всего лишь перевел новость английского на русский вы эту статью этот пресс-релиз можете также перевести через google переводчик если английского не знаете и и что теперь если вас эта новость бесит нужно теперь ругаться на google переводчик и обзываться он плохой или что и так тем не менее среди комментаторов на моем канале есть достаточно будем так говорить адекватные партнеры которые высказывают свою позицию ну без оскорблений аргументированно и я с удовольствием готов ну подискутировать с такими представителями ванкойна вот например елена землянская написала нам моем канале следующий комментарий уважаемый господин жариков что мы думаем по поводу вашего горячего выступления что выдвинуть обвинение это еще не приговор обвинение надо доказать совершенно верно а никто с этим и не спорит более того а в тексте который я зачитал так и говорится пока нет решения суда даже нельзя называть перечисленных людей преступниками до официально они преступниками не являются они пока только подозреваемые потому что следствие еще не законченный суд еще не решил виновны они или нет все я и не говорил что они виновны или что они преступники прокуратура германии в январе 2018 года осуществила свои проверки и в процессе тщательного изучения материалов дела доказали блокчейн существует замечательно я рад все обвинения снят вопрос почему они еще тогда не закрыли компанию если она мошенническая было бы удивительно чтобы такую мощнейшую компанию не проверяли правда так что реагируете спокойнее а я спокоен я что похож на человека который нервничает ну я может быть говорю просто эмоционально вот и все и так почему они еще тогда не закрыли компанию если она мошенническая смотрите я так понимаю тут вопрос юрисдикции в 2018 году компанию проверяли правоохранительные органы германии может быть они действительно а проверили и убедились что блокчейн существует и обвинения были сняты ну я так понимаю что значит результаты этого расследования нужно просто предоставить кому американским правоохранительным органам возможно они просто не знают каких-то фактов которые были получены в ходе расследования в германии вот и все разные юрисдикции то есть если компания уже сумела доказать свою реальность на территории германии к примеру европы так пожалуйста нужно просто предоставить эти же данные американцам вот и все то есть если вы говорите блокчейн существует все обвинения снят ну значит то же самое надо сделать соединенных штатах никаких проблем а с подачи таких как вы которые понятия не имеют о концепции компании финансовая революция платежей которая дает право человеку на свободу финансов протекает не так быстро но она идет идет масштабно по всему миру ну как говорится кто из нас имеет представление о концепции компания кто нет это время покажет давайте сейчас немножко так порассуждаем смотрите заглянем в будущее как говорят по вангу им немножко да то есть какие возможны сценарии возможно константин игнатов сейчас предоставит или адвокаты которые я уже не сомневаюсь выехали и которые сумели отстоять честь компании на территории европы да адвокаты сумеют предоставить все необходимые факты и данные доказывающие что компания реальная блокчейн существует константин игнатов честный гражданин и так далее и по логике его должны отпустить правильно правильно то есть значит значит один вариант развития событий такой доказывается что компания реальная что это не финансовая пирамида а это ну новая скажем так финансовая система и константин игнатова отпускают замечательно думаете я буду огорчен я буду только за более того если константин например как только он будет на свободе я ему рекомендую сразу же записать видеоролик где он там сделать селфи или короткое видео обращение как ко всем участникам ванкой на и скажут что ребята я на свободе там обвинения против нас были ложными это еще одна победа мы победили в европе вот мы победили еще и в сша то есть мы доказали уже стабильность надежность законность нашей компании так далее вот пусть в таком ключе он запишет ролик я с удовольствием этот ролик размещу на своем канале на 11 тысяч подписчиков которые у меня есть пожалуйста это один вариант развития событий а второй вариант развития событий что константин и его адвокаты не смогут доказать реальность компании и значит тогда что ну тогда те обвинения которые против компании выдвинуты я так понимаю прокурором окажутся обоснованными и суд решит что нет ребята компания ванкойн это извините нереальная финансовая компания и не просто какая-то новая платежная система а финансовая пирамида прикрыта историей с криптовалютой причем заметьте в тексте который я зачитал то есть в пресс-релизе там упоминается интересный факт что курс данной криптовалюты видимо константину игнатову задавали такой вопрос откуда берется этот курс и выяснилось что курс назначает константин игнатов то есть просто под диктовку что в этом месяце у нас будет вот такой то курс и все не рынок никакой устанавливает а лично константин игнатов или ружи игнатова кто-то из руководства компании поэтому еще раз два сценария один сценарий если константин и его адвокаты сумеют отстоять честь компании и его выпускают поздравляю мы тогда поздравим и я еще раз говорю с удовольствием освещу это грандиозное событие на моем канале запишу видео об этом рекомендую даже константину снять короткое видео обращение может быть длинная без разницы на эту тему об этой великой победе которая свершится или второй вариант константина не выпустят а расследование покажет что нет ребята наши подозрения оправдались мы имеем дело с финансовой пирамидой прикрытой криптовалюты и поэтому елена значит давайте так рассуждать вот вы пишете вы понятия не имеют о концепции компании если произойдет первое событие первое событие и константина игнатова выпустят ну наверное с вами соглашусь что действительно я недостаточно хорошо разобрался в концепции ванкой на надо было более внимательно разобраться а вот если его не выпустят а напоминаю сегодня у нас почти уже 13 марта константин был арестован 6 числа ну то есть практически уже неделю константин находится под арестом и пока его не видно на свободе и если окажется что его не выпустят наверное окажется что это вы не имеете понятия не имеете о концепции компании как-то так это уже время покажет что и как согласны дальше люди борются за право на свободу финансов мы понимаем что нажаренных фактов вы зарабатываете себе деньги и скажите спасибо что благодаря ванкойн собираете трафик а можно ну с одной стороны это все правильно то есть я обсуждаю тему ванкойна потому что это трендовая тема и людям она интересна и вот вы интерес вы зарабатываете себе деньги ну а давайте вспомним а товарищи из ванкойна не зарабатывают себе деньги вы когда строите структуру ванкойне вы не зарабатываете день конечно зарабатываете и те кто участвует в ванкойне там с самого начала с пятнадцатого года кто создал большие структуры очень много заработали напомнить вам что юхо пархиала по некоторым данным в месяц зарабатывал там по 4 целых восемь десяток миллиона долларов в месяц нормально он зарабатывал только юхи пархиал и игоря альбертса в компании уже нет то есть именно ванкойн грех жаловаться они-то нормально заработали баблишка нагребли а потом пошли качать другие проекты поэтому собственно странно выдвигать мне претензии насчет заработка если все партнеры ванкойна по сути этим занимаются ну кроме кроме тех кто зашел именно на пассив без приглашений да ведь популярнее темы не найти сегодня мы вас благодарим за пиар поскольку черный пиар это самая мощная реклама кто мухи а кто пчелы время покажет не пересердствуйте с обвинениями еще раз повторю то есть я занимаю можно сказать взвешенную позицию если если константин и игнатов выпускают мы я с удовольствием запишу видео об этом об этой грандиозной новости и об этой замечательной победе и все об этом узнают поэтому у меня нет цели именно записывать какие-то только негативные видео криптовалюта вам средства обмена на товары и услуги еще с февраля 2017 года почему бы вам об этом не рассказать отвечу за вас умного и продвинутого на хороших новостях денег не заработаешь не так ли наши люди любят негатив и желту q у вас это хорошо получается продолжайте пиарить вам на моем канале есть видеоролик под названием ванкойн 8 10 18 идет на биржу победа или провал это видео было записано 31 августа 18 года по сути в этом видео я и мой партнер денис казаков мы взяли интервью у партнера ванкойн и горе не помнящего интервью получилось длинным целый час практически 54 минуты и мы с денисом задавали вопросы господин не помнящий отвечал на наши вопросы то есть большую часть времени по сути говорил он и посмотрели это видео почти 23000 раз 1 декабря 2018 года я взял интервью у еще одного представителя ванкойна святослава 1 декабря 2018 года я записал еще одно интервью с представителем ванкойна святославом видео называется куда движется ванкойн и по продолжительности оно получилось даже еще длиннее почти полтора часа час 23 минуты ну его посмотрели конечно меньше 3620 раз но тоже немало поэтому елена я вам рекомендую сначала посмотреть видео на моем канале а потом писать почему бы вам об этом не рассказать отвечу за вас умного и продвинутого на хороших новостях денег не заработаешь не так ли потому что времени я представителям ванкойна предоставил по моему достаточно и о платформе дил шейкер о том как можно приобретать различные товары за ванкойна и игорь и святослав ну по моему рассказали за два с половиной часа вполне вполне достаточно надежда сергиенко андрей вот вы любите свои пять копеек вставить но это не тот случай вас нет ванкойне и все ваши слова фейк выдуманные от скуки ну надежда спасибо конечно за скажем так признание моих способностей но по моему вы немножко преувеличиваете я еще не дошел до такого уровня чтобы по своему желанию на сайте министерства юстиции сша опубликовать фейковые новости у недорос я еще до этого уровня вот но за комплимент спасибо а насчет того что меня нет ванкойне это абсолютно верно я этого и не скрываю но если меня нет ванкойне это не означает что я не имею права ничего об этой компании высказывать потому что товарищи из ванкойна почему-то считают что они про другие компании и про мировую финансовую систему могут говорить а почему-то про них нельзя говорить ну ребят так не бывает алло стас если бы компания ставила цель обогатиться по принципу финансового мошенничества она бы уже давно была бы скручена еще в 2017 18 годах юстиции германии и и проверили вдоль и поперек и аудиторы и привлеченные эти профессионалы и был вынесен вердикт все параметры технологии блокчейн техническая сторона добычи монет к но но у your customer всех участников транзакции все соответствует заявленному производственному алгоритму компании все параметры компании прозрачные и подтвердились на сто процентов что и вынудило высокие инстанции от прокуратуры германии принести свои извинения ну алла я рад если все так благополучно закончилась в германии правда хотелось бы увидеть данные извинения знаете ли не на словах а где-то в печатном виде может быть на сайте министерства юстиции германии или еще где то чтобы вот право правоохранители прямо вот извинялись что извините мы побеспокоили честнейшую компанию ванкойн а что касается первой части ваших слов до компанию проверили все убедились так значит если компания уже доказала свою легальность на территории европы значит ей не составит труда доказать свою легальность на территории сша разве не так значит адвокаты адвокаты которые сейчас выехали на территорию сша я думаю что они выехали на уже в ближайшее время должны все эти факты все эти документы предоставить и константин и игнатова должны освободить не так ли ну наверное так а вот если константин и игнатова в ближайшее время не освободят значит что американским правоохранителем а вот этих данных которые собрали правоохранители германии возможно и мне достаточно поживем увидим комиссар мерзиев я думаю что америка просто не хочет чтобы были конкуренты в системе криптовалюте потому что ванкойн тоже является криптовалютой на сайте coin market к перечислено на данный момент 2100 4 различные криптовалюты и если бы руководящие органы сша или правоохранительные органы сша были против этих криптовалют наверное они уже давным давно должны начать бороться с этими криптовалютами арестовывать их создателей если есть такие и что-то делать но как мы с вами знаем криптовалюты ванкойн в данном списке просто нет и почему-то именно только борьба идет с константином игнатовым с компании ванкойн странно да виктор каратицын пишет как только ванкойн выйдет на открытый рынок все сразу поймут что это не финансовая пирамида это прекрасный пример властям других стран как избавиться от экспансии доллара сша и похоронить главную финансовую пирамиду доллар хватит кормить дармоедов америке но интересно виктор получается по вашим словам что понять пирамиды или нет можно только после того как ванкойн выйдет на открытый рынок а когда он выйдет я уже сказал что я про ванкойн знаю с 2015 года и прошло уже четыре года она открытый рынок так и не вышел сколько лет еще ждать ну это во первых а во вторых как я уже показал списке криптовалют уже более двух тысяч 100 криптовалют на данный момент то есть власти других стран и без ванкойна прекрасно понимают что криптовалюта это одна из альтернатив достаточно вспомнить что например в венесуэле уже была попытка создать собственную криптовалюту основанную на нефти игорь конышев пишет кто такие эти сша и фрс с печатным станков фантиков именуемыми долларами в мире около 300 стран а воняет всегда из-за океана впрочем как и всегда там забухтели что доллару кирдык доллар и так правил миром больше века может хватит в 21 веке деньги будут цифровые как и фото телевидение космос логистика интернет руки короткие у банкиров америки тягаться с ванкойн ваше время истекло господа хорошие на выход марш руки короткие или нет это время покажет пока константин игнатов арестован и это думаю ближайшие месяцы или недели мы узнаем короткие руки у банкиров или не короткие александр мозговой все лидеры уже давно ушли цыганка скрывается брата арестовали никакого выхода на биржу не будет это уже давно всем понятно стоит только закрыть доступ к их ресурсам и все останутся без своих псевдо монет мистер кири то пока криптовалюта ванкойн не вышла на публичную биржу не стоило бы покорять рынок сша без наличия обменника и стабильности на бирже поход сша крайне неблагоразумно наши казахстанские блогеры выгораживают константина уже не знаешь кого слушать ван плюс спасибо андрей четко и грамотно изложили суть материала неужели и после этого организаторов экспо в москве и алматы хватит наглости продолжает дурить народ надо это остановить и не дать распространиться злу дальше я сама из пострадавших вложила немалую сумму поэтому больно видеть как продолжают так называемые лидеры обманывать свой народ всех к ответу не удивлюсь если станет известно что их подкармливали игнатовы гореть им в аду вот даже как обратите внимание что автор этого комментария ну по всей видимости женщина пишет что она сама из пострадавших и вложила немалую сумму то есть она ну считает себя пострадавший потому что собственно я так понимаю купленный пакет те ван коины которые у нее есть она скажем не может обналичить их и превратить фиат хотя я уверен что сейчас многие будут ей говорить да иди вон на дел шейкер и купи там всяких товаров вот пользователь ван плюс а вот напишите в комментариях под этим видео а что вот вам мешает действительно те ван коины которые у вас есть потратить на площадке дел шейкер и приобрести товары ну раз нет возможности прямого обмена допустим ван коинов на фиат почему бы не купить какой-то товар а потом его обменять на ну на вашу валюту или на нужную вам валюту вот почему так не сделал напишите пожалуйста в комментариях то есть почему вот вы себя считаете пострадавший вот интересно наталья хочется еще пару личностей увидеть повязанными даже тогда свой канал на ю тубе создам на радостях вот такое горячее обсуждение господа если вы хотите выразить свою точку зрения пожалуйста вы можете написать в комментариях но большая просьба постарайтесь обходиться без оскорблений как-то вашу точку зрения аргументировать приводить доводы и возможно в следующих видео я также зачитаю и прокомментирую вашу информацию ну а если вы готовы выйти на связь и прокомментировать сложившуюся ситуацию голосом формате интервью пожалуйста мы можем это сделать мои контактные данные мой skype указан здесь внизу видеоролик и как видите поэтому пожалуйста добавляйтесь следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго global star club возможности безграничны